Время играет в нашей жизни важную роль. Мы живем в соответствии с его течением. Представьте только, что было бы, если бы мы вдруг решили жить без часов. Произошла бы глобальная катастрофа. Компьютеры забарахлили бы. Люди стали бы опаздывать на работу, срывались бы встречи и собрания. А задумывались ли вы над тем, что такое время? Физик Марк Ван Рамсдонг из Университета Британской Колумбии, Ванкувер, Канада, считает, что Вселенную, а за одно и время, можно представить в качестве голограммы. Весь трехмерный мир – это всего лишь иллюзия, информация, закодированная на двумерной поверхности, утверждает ученый. В свою очередь, его коллега Абей Аштекар из Университета штата Пенсильвания в середине 80-х годов выдвинул теорию петлевой квантовой гравитации. Исследователь описывает ткань пространства-времени как паутину из нитей, несущих информацию о квантовых областях, через которые они проходят. Отдельные нити образуют петли, отсюда и название теории и понятия временной петли. Так что же такое наше время и что с ним происходит в последние годы? Именно об этом сегодняшнее видео. Итак, теория петлевой квантовой гравитации позволила Аштекару и его научной команде в 2006 году создать серию моделей, в которых время поворачивалось вспять и можно было наблюдать события, происходившие раньше. Однако большинство существующих теорий предполагает, что время – одно из измерений пространства. А так ли это? Специалисты из научно-исследовательского центра Бистров-Птю, Словения предположили, что ньютоновское представление о времени как об абсолютной мере, а также о четвертом измерении пространства, неверно. Время – это всего лишь нумерологический порядок, в котором происходят физические изменения, заявили исследователи. Поэтому оно не может являться самостоятельным пространственным измерением. Скорее, это свойство самого пространства. Мы можем изобразить нашу реальность, либо как трехмерное место, где вещи происходят со временем, либо как четырехмерное место, где ничего не происходит. И если это действительно второй вариант, то изменение действительно является иллюзией, потому что ничего не меняется, все в одном – прошлое, настоящее, будущее. В любой момент у нас есть иллюзия, что прошлое уже произошло, а будущее еще не существует, и что все меняется. Макс Тегмарк. Мы измеряем вовсе не время, а частоту и скорость происходящих с объектами изменений. Это лишь условная величина. Физически же оно не существует. Также вы не можете повернуть время вспять. Вы можете сделать из яиц омлет, но никак не получится снова превратить поджаренный омлет в сырые яйца. Есть также масса примеров, которые показывают, что время не может двигаться одинаково для всех. Так, если поместить на разных этажах высотного здания сверхточные часы, то окажется, что на нижних этажах они на миллиардную долю секунды будут отставать от тех, что расположены на верхних. Далеко не у всех народов вообще имеется понятие о времени. Так, в языке живущего в Амазонии племени Амандава отсутствуют слова, обозначающие временные промежутки. Например, месяц или год. Индейцы-хоппи не делают различий между прошлым, настоящим и будущим. В китайском языке нет настоящего, прошедшего и будущего времени. Есть только понятие «раньше и позже». Окоренные африканские племена, хотя они осознают естественное течение событий, например, смену сезонов, не имеют обыкновения строить долгосрочные планы на будущее, поскольку в их мышлении отсутствует концепция о движении истории вперед по нарастающей. По мнению кенийского философа Мбите, введение понятия «будущее» могло бы способствовать прогрессу африканской культуры. Независимый физик Джулиан Бабур считает, что время и вовсе следовало бы упразднить. «Объединение общей теории относительности и квантовой механики может сыграть в этом свою роль», пишет он в своей книге «Конец времени». «Мы придем к пониманию, что времени не существует», пишет он. Но раз времени нет, то откуда берутся так называемые хрональные феномены? Например, в местах посадок неопознанных летающих объектов неоднократно отмечались различия в показаниях хронометров. Существует также связь между нарушением хода времени и полтергейстом. В июле 1990 года известный исследователь паранормального Игорь Мерзалес расследовал случай полтергейста. Когда в процессе беседы один из людей, которые стали жертвами этого феномена, вышел из-за стола, исследователь посмотрел на наручные часы, машинально отметил в блокноте время 20. Примерно через четверть часа ушедший вернулся, и Игорь Владимирович, снова глянув на циферблат, проставил время 20. Несоответствие он заметил гораздо позднее, изучая свои записи. Проверил часы, они шли нормально. Значит, феномен наблюдался только в доме, где происходил полтергейст. Весной того же года странное приключение пережил москвич Давыдов. Он собирался встретиться со своим другом, жившим от него на расстоянии одной автобусной остановки. Договорились, что Давыдов подойдет к подъезду дома друга. Когда он положил телефонную трубку, было ровно два часа дня. Он решил сразу же выйти из дома, чтобы подышать свежим воздухом. И увидел, что друг идет ему навстречу. Быть этого никак не могло, так как с момента разговора прошло максимум несколько минут. Тут Давыдова ослепила вспышка какого-то света, а когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, он обнаружил, что никакого друга рядом нет. Так существует ли время на самом деле? Над этим вопросом размышляли многие философы, начиная с древнейших времен и заканчивая нашими днями. В действительности, что представляет собой время и кто установил границы его исчисления? Всем нам известно, как может тянуться время на работе, в школе или институте. Когда человеку плохо или скучно, то день растягивается неимоверно, а выходные напротив пролетают в одно мгновение. Вы скажете, что это субъективное мнение? Но почему тогда все люди согласны в отношении этого аспекта? Взять, например, историю о немецком офицере, которого допрашивали наши разведчики в 1946 году. К нему применили пытку, бывшую некогда очень популярной у древних китайцев. Пленника на всю ночь замуровали в узкой темной и сырой нише, таких габаритов, что помещаться в ней можно было только стоя. На голову ему медленно капала вода. Результат был неожиданным. Когда офицера наутро извлекли из ниши, то оказалось, что он повредился умом. Попробуйте на секунду представить, что вас замуровали в подобном помещении. Вы находитесь среди врагов и об этом никто не знает. Кроме того, никто не сказал, что вы проведете здесь всего одну ночь, ведь существует вероятность, что вас замуровали навсегда. Кажется, что даже в таких условиях можно выдержать, по крайней мере, одну ночь. Но тут вступает в действие самый страшный фактор – время. Оно растягивается. Каждая секунда превращается в вечность, пока разум в поисках спасения не погружается в беспроглядный мрак. Психологи утверждают, что разум никогда и ни от чего не убегает, но меняет восприятие окружающей действительности. Так существует ли время? Есть и еще один загадочный парадокс времени, который в последние годы дает о себе знать все больше. Итак, если раньше людям казалось, что время течет быстрее только потому, что они становятся старше, становится больше забот и так далее, то сегодня феномен ускорения времени замечают буквально все от мала до велика. Многие ученые-эксперты говорят, что время стало идти быстрее и теперь по факту в сутках не 24 часа, как мы привыкли считать, а 18. Получается, что мы недополучаем по 15 минут каждый час. Если для нас это не так заметно, то, например, монахи в монастыре на святом острове Афон заметили это потому, как им не стало хватать времени на молитвы, которые они совершают круглые сутки. Все молитвы рассчитаны по часам, и последнее время им не хватает времени на то, чтобы вложиться на прочтение даже сокращенного варианта молитв, не говоря о тех перерывах, которые они могли бы себе позволить раньше. Получается, что время идет настолько быстро, что физические и биологические величины не успевают подстраиваться. Мы часто ругаем нынешнее поколение подростков в том, что они ленивы настолько, что им даже читать лень. Но по доказательствам ученых, современные дети в возрасте от 10 до 15 лет больше всех ввиду своей гибкой психики ощутили изменения во времени. Например, их нежелание читать, а воспринимать все зрительно, и есть одно из приспособлений к тому, чтобы наверстать упущенное время. Так как посмотреть это быстрее, чем прочесть. А вот более старшее поколение все списывает на то, что время бежит быстро из-за возраста. Якобы после 25 лет жизнь меняет свой ход, и поэтому все так быстротечно. Ну и конечно же, стоит упомянуть, что во многих древних пророчествах, включая пророчества православных старцев, сказано о том, что в конце времен время действительно будет ускорять свой ход таким образом, что в итоге людям будет казаться, что день пролетает как секунда, и они снова ложатся спать. Друзья, напишите о своих ощущениях в комментариях. Также ставьте пальцы вверх, если видео было для вас интересным, поделитесь им со своими единомышленниками, и конечно же, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!